И следующий докладчик Тяжев Михаил Юрьевич. Особенности факоэмулисификации катаракты с фентолазерным сопровождением у пациентов с выраженным псевдоэксфолиативным синдромом. Добрый день, уважаемые коллеги, президиум. Добрый день, уважаемые коллеги. Сейчас во всем мире обсуждаются преимущества и недостатки этой методики удаления катаракты. На данном слайде представлены основные преимущества фентосопровождения. Но единственным доказанным в настоящее время преимуществом является формирование капсулы Рексиса, исходя из особенностей строения глазок каждого пациента. И все-таки, несмотря на продолжающиеся дискуссии противников, сторонников, этой технологии, мы считаем, что настоящее будущее хирургии катаракты будет связано с использованием фентолазеров. В Иркутском филиале МНТК микрохирургия глаза выполнено за 6 месяцев 500 факоэмулисификации с фентосопровождением. Средний возраст пациента составил 75,5 лет, женщин и мужчин 2 к 1. У 148 пациентов сопутствующим диагнозом был псевдоаксвалиативный синдром, у 74 человек – глаукома, у 6 – подвиг хрусталика. Для проведения фемтоэтапа использовалась лазерная офтальмологическая система Lensix Firmalcon со стандартными параметрами. В зависимости от плотности хрусталика использовались различные шаблоны для фрагментации ядра, для проведения капсулы Rexis использовалась предустановленная производителем параметры глубины просечения. Факоэтап выполнялся на фако-машинах Stellaris Infinity с имплантацией эластичных ИОЛ различных моделей. На этапе освоения этой методики мы столкнулись с такими трудностями, представленными на слайде. При выполнении фемтоэтапа это были трудности с докингом, у одного пациента так и не удалось произвести стыковку. При выполнении факоэмульсикации у нас были сложности со вскрытием роговичных разрезов, незавершенным капсулой Rexis, проблемой с гидродисекцией и с гидротацией парацинтезов. Освоение дальнейшей методики привело к тому, что удалось нивелировать эти проблемы. Проблемы с докингом за счет тщательного отбора пациентов, учитывая их анатомические особенности строения лицевого черепа и орбиты. Невозможность скрытия роговичных разрезов за счет использования фако-шпателей и окрашивания разрезов. Сложности с гидродисекцией и с гидротацией за счет приобретенного хирургического опыта. Нерешенной проблемой на этом этапе оставалось неполное прорезание передней капсулы фемтолазером. На данном фильме представлена как раз эта проблема. Как вы видите, хирург механически вскрывает, производит капсулу Rexis во внутреннем сегменте за счет непросечения капсулы Rexis со фемтолазером. Дальнейшие этапы выполнялись стандартно. И для лучшей демонстрации вот этой непрорезанной капсулы представлен следующий этап этой операции, когда уже произведена была факофрагментация. Вот видите, идеальный край капсулы Rexis в наружном сегменте, в нижнем сегменте и неполное просечение во внутренних сегментах. Там даже видно насечка во внутреннем сегменте от непрорезанной капсулы. Это явилось целью нашей работы выявить причину неполного прорезания передней капсулы и оптимизировать этап хинтосопровождения факофрагментации катаракта в этих случаях. После обследования этих пациентов было выявлено у 87% псевдоэксфолиативный синдром. Всем известно, что псевдоэксфолиативный синдром характеризуется от ряды глазных проявлений. Это зололопатия, иридопатия и факопатия, представленные на этом слайде. При факопатиях на передней капсуле хрусталика откладываются эксфолиаты в виде кольца центрального или на периферии. Характерное отложение трех зон отмечается псевдоэксфолиативного материала. Это центральная зона, которая соответствует диаметру зрачка, периферическая, 5-7 мм от центра зрачка, и промежуточная между ними, которая без псевдоэксфолиативного синдрома. Состав псевдоэксфолиативного материала представлен на слайде. Существует три стадии классификационных критерий факопатии. Так как у наших пациентов были довольно возрастные пациенты, поэтому мы чаще всего сталкивались со второй-третьей стадии. После обследования этих пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом на пентакаме, мы обнаружили на передней капсуле отложение псевдоэксфолиативного материала от 110 до 250 мк. В результате этого мы пришли к выводу, что сопоставляют эти данные, что псевдоэксфолиативный материал препятствовал прорезанию капсулы, и в результате этого мы в ручном режиме изменили параметры врезания фенто-лазера в переднюю капсулу, а именно величину дельта-даун с 300 до 500 мк. В результате этого выполнение уже по усовершенствованной методике следующей 250 операций показало, что увеличение вот этого показателя дельта-даун позволило нам снизить процент с 10% до 1% неполного прорезания капсулы. Причем наличие псевдоэксфолиативного материала на передней капсуле высотой до 100 мк не оказывало какого-то негативного влияния. Таким образом, оптимизация фентоэтапов о коммерсификации катаракты у пациентов с псевдоэксфолиативным синдромом с увеличением дельта-даун на 150-200 мк позволяет снизить процент неполного прорезания передней капсулы с 10% до 1,5%. Благодарю за внимание. Спасибо большое за красивые доклады. Может быть, мы заслушаем последних двух докладчиков, боимся не уложиться.